Здравствуйте! В эфире программа «Тема». Совсем скоро вся страна будет отмечать День Победы. И сегодня мы поговорим об организации работы по поддержке ветеранов накануне этого праздника. Гость нашей студии – начальник управления социальной защиты населения администрации Белгорода Тимофеева Наталья Евгеньевна. Здравствуйте! Добрый день! Наталья Евгеньевна, вот на сегодняшний день сколько ветеранов проживает в Белгороде и кто, в принципе, включен в эту категорию? В настоящее время в городе Белгороде проживает 4696 ветеранов. 503 человека – это участники и инвалиды Великой Отечественной войны. 1240 – вдовы, погибших или умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны. 179 человек – несовершеннолетние узники фашизма. И 2749 человек – это труженики Тейла. Категории граждан, отнесенные к ветеранам Великой Отечественной войны, определены федеральным законом. От 12 января 1995 года номер 5 о ветеранах. Это лица, которые принимали участие в боевых действиях в период Великой Отечественной войны или находились в обеспечении воинских частей действующей армии в районах боевых действий. А также граждане, которые работали в тылу не менее 6 месяцев или проходили военную службу. Лица, награжденные орденами и медалями Советского Союза за службу и доблестный труд в период Великой Отечественной войны. Скажите, пожалуйста, а что показывает мониторинг? В какой помощи ветераны войны сегодня нуждаются больше всего? И каков, в принципе, механизм оказания этой самой помощи? За последние годы сфера поддержки указанной категории граждан, ветеранов и пожилых людей значительно продвинулась вперед. В настоящее время им оказывается необходимая материальная, социально-бытовая помощь. Никто не остается без помощи. В связи с вступлением с 1 января 2015 года нового федерального закона номер 442 об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации появилась возможность значительно расширить спектр социальных услуг, которые предоставляются нашим пожилым гражданам и ветеранам. Это трехуровневая система обслуживания граждан. Теперь социальные услуги предоставляются на основе индивидуальной нуждаемости нашим ветеранам. В настоящее время в городе Белгороде обслуживается 1200 граждан пожилого возраста, инвалидов. Из них 169 человек – это участники и ветераны Великой Отечественной войны. Одиноким участникам и инвалидам войны, которые не имеют родственники, социальные услуги на дому предоставляются бесплатно. Скажите, а в этой работе кто вам помогает? Волонтеры, может быть, совет ветеранов, женсовет? С кем вы сотрудничаете? Администрация города Белгорода и учреждения социальной защиты очень тесно сотрудничают с общественными ветеранскими организациями. Им оказывается и имущественная, и финансовая, и консультационная поддержка. Мы помогаем и совместно проводим мероприятия, посвященные памятным датам. Проводим экскурсии, спартакиады ветеранов. Совместно с активами пожилых граждан на территориях, а также с первичными организациями совмета ветеранов, мы проводим мониторинг нуждаемости ветеранов в социальных услугах, то есть проводим совместную работу. При управлении социальной защитой, начиная с 2007 года, действуют центры добровольческого движения, которые объединяют в себя представителей нашего студенчества, средних учебных заведений, высших учебных заведений города Белгорода, а также агентства 55+, которые включают в себя граждан пожилого возраста. И вместе общими усилиями мы оказываем помощь нуждающимся инвалидам, пожилым, гражданам-ветеранам, помощь в уборке квартир, в уборке придомовой территории, в наведении порядка на захоронениях участников Великой Отечественной войны, помощь по дому. Какими льготами пользуются ветераны на сегодняшний день? Меры социальной поддержки ветеранов определены федеральным законом о ветеранах, участники Великой Отечественной войны пользуются следующими мерами социальной поддержки. Это льготное пенсионное обеспечение, получение ежемесячной денежной выплаты, компенсация в размере 50% расхода на оплату жилых помещений, взноса на капитальный ремонт, коммунальные услуги в пределах нормативов потребления. Эти льготы распространяются и на членов семьи участников Великой Отечественной войны. Скажите, а вот что касается обеспечения жильем ветеранов, как с этой проблемой обстоят дела? У нас есть еще какие-то ветераны, которые нуждаются в жилье? Эта мера социальной поддержки, как обеспечение жильем, нуждается в особом внимании. В связи с выходом указа президента от 7 мая 2008 года, номер 714, за последние пять лет в городе Белгороде улучшили свои жилищные условия 463 ветерана Великой Отечественной войны. И эта программа близится к завершению. Практически все ветераны уже обеспечены жилыми помещениями. Кроме того, ветераны Великой Отечественной войны пользуются такими мерами социальной поддержки, как внеочередная установка квартирного телефона, внеочередное обслуживание в медицинских поликлиниках и других медицинских учреждениях, там, где ветераны были закреплены до выхода на пенсию, внеочередное предоставление социального обслуживания на дому и многое другое. Скажите, а вот список льготников, он как-то изменился? Такая категория, как дети войны, как с ней обстоят дела? Дети войны – это особенная категория. Это лица, которые родились в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года. И меры социальной поддержки для этой категории установлены Социальным кодексом Белгородской области. Это такие меры соцподдержки, как внеочередная установка телефона квартирного, обслуживание в поликлиниках и медицинских учреждениях, там, где эти лица были закреплены до выхода на пенсию, внеочередное предоставление социального обслуживания на дому, преимущество при поступлении в кооперативы садоводческие, строительные, жилищные кооперативы. Кроме того, лицам, которые не пользуются другими льготами, этим лицам установлена Социальным кодексом Белгородской области ежемесячная денежная выплата, которая составляет сейчас 747 рублей. Вы упомянули о медицинской помощи. Вот расскажите немного о работе Центра реабилитации для ветеранов. Сколько человек, например, в прошлом году уже воспользовались его услугами, и в принципе, что нужно для того, чтобы туда попасть? Городской Центр реабилитации для престарелых и инвалидов был основан в 2005 году к 60-летию, празднование 60-летия Победы над фашистской Германией. Этот Центр позволяет отдохнуть более 700 человек в год. Есть у нас отделение круглосуточного пребывания и дневного пребывания. И основная задача Центра – это проведение реабилитационных мероприятий, социального, психологического и лечебно-оздоровительного характера. Для того, чтобы оздоровить наше население, повысить его физическую активность, а также повысить его социальную активность. В Центре созданы великолепные условия для оздоровления и отдыха, и мы приглашаем всех желающих поправить свое здоровье. Для этого просто необходима справка от врача, что он нуждается в такой реабилитации. Совсем скоро мы будем отмечать великий праздник – День Победы. Управление социальной защиты населения города Белгорода готовит какие-то акции? Будут организовываться экскурсионные туры для ветеранов? Экскурсионная программа организована у нас совместно с Управлением культуры. 8 и 9 мая обзорные экскурсии по Белгороду будут организованы в 13 и 15 часов. Отъезд будет от областной доски почета. Любой желающий может принять участие в этих экскурсиях для ветеранов. В Великой Отечественной войне экскурсия будет бесплатна. Кроме того, нашими специалистами комплексного центра социального обслуживания населения организуются экскурсии для ветеранов в музей «Диораму», «Курская битва», «Белгородское направление», а также по памятным местам с возложением цветов к памятникам героев погибших в Великой Отечественной войне. Скажите, пожалуйста, а как белгородцы могут поучаствовать в акциях по поддержке ветеранов? Ежегодно, это стало уже доброй традицией, весной, в преддверии майских праздников у нас стартует добровольческая акция «Ветеран живет рядом». В этой акции принимают участие наши добровольцы. Мы предварительно получаем заявки от ветеранов и выходим к ним домой на помощь. Кому-то нужно покрасить деревья во дворе, кому-то покрасить забор, кому-то помыть окна и многое другое. Всех желающих мы приглашаем принять участие в этой акции. Кто-то своими силами, кто-то может еще чем-то поможет. В майские праздники на всех территориях города, на всех 27 округах пройдут праздничные мероприятия, где будет организовано чествование ветеранов Великой Отечественной войны. Во всех образовательных учреждениях пройдут тематические мероприятия, уроки, выставки. Мы приглашаем всех желающих принять участие в этих мероприятиях. И самое главное сейчас проявить заботу и внимание. Для ветеранов это самое главное сейчас. Обратите внимание на тех, кто живет рядом с вами. Наталья Евгеньевна, спасибо большое за участие в нашей программе. Время ее подходит к концу. У вас есть возможность напрямую обратиться к белгородцам? Дорогие наши белгородцы, жители нашего города, 9 мая в Белгороде, как и во всей стране, пройдет акция «Бессмертный полк». И мы приглашаем всех желающих с портретами своих родных, которые принимали участие в защите нашей Родины в период Великой Отечественной войны, присоединиться к этой акции и пройти всем вместе, всем городским сообществам по улицам нашего города. Обязательно примем участие в этой акции. Уверена, все белгородцы ее поддержат. Это была программа «Тема». Увидимся на телеканале «Белгород-24». Редактор субтитров А.Семкин